Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают основное воздействие и влияние на динамику финансовых активов. Продолжаем следить за категорией основных инструментов. Первым локомотивом среди них идет у нас нефтянка, которая держится ниже 55 долларов за баррель. Brent в данный момент котируется на отметке 54-57. Два дня назад, друзья, мы не просто успешно протестировали психологическую планку 55, мы закрепились ниже и все прекрасно понимаем, с чем это связано. Потому что на рынке никуда не деваются прежние страхи и опасения, что мировая экономика уже столкнулась с вызовом, которому не была готова. Это пандемия, эпидемия, это последствия для экономического роста, крайне негативные. Ну и, разумеется, все это конвертнется в снижение спроса на углеводороды. Две недели назад мы с вами гипотетически рассуждали о том, к чему и насколько может пройти спрос на нефть со стороны ключевого потребителя Китая. Сейчас нужно сделать поправку, ремарку, уже нет смысла рассуждать. У нас есть конкретные цифры от источника в Китае о том, что спрос на нефть уже снизился больше, чем на 3 миллиона баррелей. Это примерно на 20% всего китайского потребления. Друзья, повторюсь, Китай основной импортер, потребитель углеводородов. Китай это лакмусовая бумажка, вообще отношение к нефти и того, что с ней может произойти в плане ценовых конъюнктурных таких изменений. Только вдумайтесь в интересную статистику, что Китай потребляет больше, чем вместе взятые такие страны, как Германия, Италия, Франция, Испания, Япония, Южная Корея и Великобритания. Это еще раз доказываю, друзья, что если вы хотите разобраться с расстановкой и с балансом спроса и предложения, вы должны прежде всего следить за экономическим ростом и за тем, что происходит в Китае. В Китае, как вы все прекрасно понимаете, эпицентр вот этой самой эпидемии и пандемии. Я уверен, что спрос на нефтянку будет дальше снижаться, потому что промышленные предприятия закрыты по-прежнему. Я уверен, что большую часть из них продлят каникулы и после 10 февраля. Китай находится в вакууме, под карантином. Это все приводит к тому, что авиационное сообщение, собственно, уже закрыто. Я не знаю, друзья, когда ситуация развернется вспять и начнется откат, который принесет, скажем таки, весеннее оптимистичное настроение. Но, к сожалению, пока что мы вместе со всеми наблюдаем за этой печальной статистикой роста каждый час количества заболевших. Сейчас действительно эта динамика уже в геометрической прогрессии. С каждым днем инфицированных становится все больше и больше. Больше регионов географии охватывается. Летальных исходов, к сожалению, также, друзья, увеличивается. Пока что эта статистика прогрессирует. Я не вижу причин говорить о том, что нефть может восстановиться. Я не буду спорить, друзья, с тем, что периодические откаты могут произойти, потому что с этим глупо спорить. И я думаю, что, наверное, эти комментарии не нужны, потому что вы все прекрасно понимаете, что ни один тренд не развивается в одном направлении. Всегда есть переход инициативы от продавцов к покупателям. И наоборот. Поэтому коррекция, которая возникает на трендовой динамике, она в большинстве случаев связана с техническими факторами. И это не значит то, что настроения кардинальным образом меняются. Я, как уже отметил, пофиксил часть короткой позиции по нефтянке, часть еще держу. Ориентируюсь, друзья, на 50 долларов за баррель. Сегодня данные по запасам нефти, которые выйдут в 18.30 по московскому времени, скорее всего, запасы вырастут. Это еще один негативный фактор. Накануне американский институт нефти сообщил о том, что запасы выросли на 4,2 миллиона. Вот, пожалуйста, репетиция перед официальными цифрами. Доллар иена 109.42. Сейчас котировки. В принципе, анализ этой валютной бары можно было закончить тем, что количество заболевших сейчас практически составляет уже 25 тысяч летальных исходов 493. И эту статистику развернуть в плоскость того, что панические настроения будут на площадках преобладать и позиционный спрос на защиту также останется. Рост доллара и иены может опираться на довольно неплохие отчеты по производственной активности АСМ, по разгону инфляции АСМ в производственном секторе. Также производственные заказы, которые вышли накануне, рост на 1,8% с прошлого спада на 1,2%. Сегодня день статистики для штатов. В 15.15 выйдут, точнее, в 16.15 данные по EDP, рынок труда перед Non-Farm Perls, которые мы ожидаем в пятницу. По прогнозу, 156 тысяч новых рабочих мест было создано с прошлого показателя в 202 тысячи. И в 18.00 АСМ в сфере услуг. Важная статистика, друзья, я не хочу принижать ее значимость, но все-таки фон куда интереснее в плане спроса на защиту, поэтому предлагаю просто переварить эти статданные и прекрасно понимать, что пара доллар-иена в любой момент может возгновить нисходящую динамику. Также, друзья, сделка селлимит 109.50 – это тем, кто еще не заскочил в этот, на мой взгляд, уверенный долгосрочный поезд. Евро против доллара снижается 1.10.35. Допускаю, что сегодня мы снова протестируем уровень 1.10. Впереди отчеты по активности в сфере услуг европейских стран и еврозоны в целом. Жду слабую статистику. Также сегодня в 15.15 выступление Кристин Лагат. Кто знает, друзья, может быть сейчас, когда мы не ожидаем, она даст намек на новые экономические стимулы. Фунт против доллара 1.3017. Ждем также пару ниже уровня 1.30. Сейчас в центре внимания трейдеров статистика по Англии. Сегодня индекс сферы услуг в 12.30 по московскому времени, 80% экономического роста на него приходится. Поэтому, если данные сегодня разочаруют, это повысит шанс на новые меры экономического стимулирования, снижение ставки. Я об этом говорил уже много раз. Друзья, недооценивайте риск того, что Банк Англии также будет снижать процентную ставку. Следим за переходным периодом, за тем, что он продолжается, за тем, как обстоят дела в переговорах между ЕС и Англией. Последняя информация, для того, чтобы Англия сохранила и получила доступ к таможенному союзу, единому европейскому рынку, ей нужно будет полностью выполнять все правила ЕС, в том числе и присоединиться к европейскому суду. Джонсон категорически против. Поэтому, думаю, при определенном подходе и к оценке ситуации, к перспективе выхода на сделку, вы, друзья, осознаете, что в рамках этого года будет очень много препятствий. Ждем пару на отметке 1.28. Австралии спустив доллара 0.67.35. Я предлагаю поставить стоп-лосс на отметке 0.67.50, если пара доберется до него выходить из этого дуэта активов. Странная ситуация. Резервный банк Австралии почему-то занизил негативное влияние последствий лесных пожаров и вируса на австралийскую экономику. Вообще не изменил прогноз экономического роста. Мне кажется, это абсурд, либо какая-то халатность. Ну, может быть, сэкономили время и решили не вникать в происходящее в плане мировой экономической конъюнктуры. Стимулировать нужно было экономику, снижать процентную ставку, было необходимо, ее не снизили. Филипп Лоу, я на него рассчитывал, что он все-таки ослабит курс австралийца, потому что он-то должен отчитаться о том, как все плохо стало за минувший месяц. Ну, и здесь тоже комментарии довольно сдержанные, всего лишь небольшой пересмотр прогнозов экономического роста 0,2%. Австралиец, друзья, на это не отреагировал. И чтобы не попасть в просаг, если этот актив не хочет расти на актуальном и объективно слабом фундаменте, ну, тогда нечего делать в этом инструменте. Стоп-лосс 0,6750. Если до него не доберемся, ждем 0,66. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.